Сколько еще могут ждать люди решения от Минздрава? Давайте обсудим с Юрием Андреевым, активистом, который давно борется за права пациентов. Здравствуйте, Юрий. Спасибо, что пришли. Вот как вы оцениваете эту ситуацию, которая сейчас сложилась, с учетом вот этого заседания, которое так не понравилось чиновникам от Минздрава, и поведение чиновников Минздрава во время пикетирования их ведомства? Знаете, комитет с вопросом охраны здоровья, он не 100 долларов, чтобы кому-то подобиться, а еще не подобиться. Комитет – это законодавчая влада, Министерство охраны здоровья – это законодавчая влада. И эти две гилки влади должны работать вместе в тандеме для решения вопроса самих пациентов. То есть, обеспечить своевременно леком, отправить на лечение, если это лечение невозможно сделать в Украине. Но сейчас мы видим такую ситуацию, что, знаете, все началось. Люди, которые стояли под Министерством, они после двух недель ожидания решили обратиться к депутатам, потому что в МОЗе них не слышали. Они пришли на комитет, они рассказали депутатам свою проблему, депутаты вислушали, почули людей и стали на защиту этих людей, родичей тяжкохворих пациентов. Они задавали вопросы, на которые главный министра не ответил вообще. Вместо того, чтобы сейчас ответить по сути, вместо того, чтобы решить вопросы этих пациентов, Ульяна Супрун перетворяет это все в политику. Он находится какой-то, где конфликт, которого нет, который она сама придумала. Потом и Дедо Гройсмана жалеется ему на эту ситуацию. Он, в свою очередь, премьер-министр, называет это все мексиканским сериалом. Я вам честно скажу, со стороны именно это так и выглядит. Вот понимаете, я очень внимательно прочел все 34 страницы вот этой стенограммы заседания парламентского комитета. Вы там тоже были. Когда я читал ответы госпожи Стефанишиной, у меня сложилось только одно впечатление, что министерство, ну, грубо говоря, забило на проблемы тяжелобольных людей. Они, снова же таки, вы смекнулись контексту. Я читал стенограмму, не заявление Минздрава, стенограмму. У вас не сложилось впечатление, что Минздраву не будет и дальше заниматься проблемой людей? Мы бачим вот эту ситуацию, когда люди лежат перед МОЗом на асфальте, стоят на коленах перед чиновниками, а они каждого ранку, идучи на работу, переступают через людей. У людей уже нет другого выхода, как обратиться к депутателю. Сколько нужно времени, чтобы все-таки расшевелить это министерство? Какой запас времени есть? Часу немае взагалі. Я понимаю, что относительно каждого онкобольного этого времени вообще нет. Взагалі немае часу. Люди могли сделать эти операции еще несколько месяцев тому. Это лишь Всевышнему мы дякуем за то, что эти люди живы, и они еще в очековании в этом. Потребно было делать операции. Юрий, а сколько таких людей? Вот по вашему опыту, ну, статистика жесть какая-то, сколько людей ежегодно нуждается в этой помощи от государства? То мова идет про несколько тысяч людей, из которых только небольшую часть государства отправляется на закордонное лечение. И это сейчас не финансирует вообще эту программу. Гроши закончились, они закончились еще в траве месяце. Оттуда министерство не сделало ничего. И сейчас, буквально 10 минут назад, перед эфиром, я отримал информацию, что министерство ответило на доручение Кабмину, ответило депутатам бюджетного комитета, что деньги они будут шукать через месяц. Будут начинать шукать деньги. То есть, за результатами 9 месяцев будут смотреться по программам, где можно сделать, перекинуть, перерозпредел. Хотя мы сейчас знаем, что там много есть программ, по которым деньги не используются. Уже сейчас можно это вопрос решить, не откладывая в долгий ящик. У меня даже слов нет, чтобы это комментировать. Вот честное слово. Хорошо. Если решения чиновников так и не будет, потому что вот только что вы про этот ответ, который вы сказали, это не решение, это отписка все-таки. Какими методами дальше этим людям все-таки добиться того, что им положено по закону? Знаете, люди, батьки, у которых хворят дети, они готовы до радикальных кроков. И я буквально на днях отмолвил батька Оксаны Гергалу, который был в сюжете, которому стало плохо. Он хотел сделать самоспаление прямо на территории Министерства. Он хотел себя облить бензином. Мне доводилось его отмолвать. Это сделать еще. Давайте ждем. Может, еще будет какая-то ответственность. Люди не знают, что им делать, до кого им бегать. Они вимушены таким образом, на четвертом году после Революции Гидности, вот таким образом, люди вимушены выбивать соби гарантованную державу кошки. Так не мое будет. И реакции власти никакой не мое. Люди дальше ждут. Они готовы на радикальные кроки. Я понял. Спасибо вам за этот разговор. Со своей стороны, я могу вам пообещать реакцию СМИ и нашу всяческую поддержку. Вам спасибо, Юрий, за то, что вы делаете. Это благое дело. Спасибо. Юрий Андреев, активист, который давно борется за права пациентов, был нашим гостем.